разборка шар а 700 ну заранее там надо с обратной стороны выкрутить 6 винтов это очень просто трудность не составляет затем надо снять ручки двойную ручку вот эту вот потом снимается передняя панель я заранее выкрутил здесь 4 винта которыми вот эта плата эквалайзера прикручена с индикаторами потому что потом вам будет очень неудобно она здесь притянута резинок резинкой которая вот сейчас она уже там ослабила эта резинка но все равно вам будет мешать поэтому рекомендую вам открутить ее эту плату это чтобы достать протяжку надо открутить 4 винта вот здесь 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 и здесь а вот эти винты это вот собственно говоря те которые мордочку держит сквозные далее вы вынимаете протяжки я заранее отсоединил все провода дело в том что у правой протяжки например этот провод от стирающей головки он тянется аж туда далеко-далеко запомните где находятся все разъемы вот этот разъем по моему идет вправо там есть такой спрятанный разъемчик я помню когда-то искал его не еле-еле нашел потому что никогда не думал что там за такой экраном таким вот стоит ну от этой протяжки разъемы идут в основном сюда вот тут есть один разъем который соединяется вот с этой протяжкой если до вас никто не в аппарат не лазил на 99 процентов у вас будет один пасек средний вот вот этот вот этот пасек он превратится в смолу черного цвета которая перепачкает вам все в округе ну я уже сколько шарфов не открывал всех их средний пасек он сделан из какого-то особого каучука или я не знаю как назвать этот материал который превращается такую пасту грязного цвета чтобы поменять пасек надо открутить 4 винта вот этих вот давайте какой-то из протяжек я уже тут заменил это воспроизводящая тут на ней находится электромагнит который систему а плд выключает смысле сбрасывает на нужной песни кнопку 100 это записывающая протяжка ну давайте я вам открою сейчас в сторону по пирогу четвертый винт вот здесь так разбираем так вот тут 135 он обычно с ним проблем не бывает если он совсем растянулся и можно конечно заменить ну вот растекается вот этот средний его длина где-то 82 миллиметра вот этот пасек служит для автостопа он 68 по моему это такое длины с ним обычно ничего не бывает но если автостоп у вас будет плохо работать значит его на замену этот живот 82 как правило я говорю как говорил уже он превращается такие черные сопли которые вам перемажут все нету даже помню до сих пор вот есть следы его раз видите палец черный стал как я делаю я их вымываю потому что их по-другому ну если есть возможность максимально собрать их со шкива остатки там тоненькой отверточкой собираю а потом беру и водой и обычным мылом хозяйством вымываю щеточкой зубной будет очень долгий процесс но потом можно его так сказать навести до чистоты а я мою вот таком положении чтобы вода стекала вниз потому что крайне нежелательно чтобы она затекла в двигатель ну что во первых может замкнуть а вторых ничего хорошие от воды там не будет поэтому вот я в таком положении мой потом высушиваю здесь принципе на шоссе если вода куда-то попадет ну тут страшного ничего нет она просто высохнет да и все соответственно когда вы вымыли ставите пасеки назад смысле на свое их на свое место так сначала ставится вот этот пасек 82 смотрите вот есть два столбика на который можно пасек надеть чтобы потом легко одевался на шкив двигателя 2 это еще родной стоит но он не очень сильно растянулся потом ставим основной пасек который приводит движение маховик там вала его тоже одеваем на эти два столбика потом одеваем обратите внимание тут стоит такой столбик который включает запись вот он рычаг видите он ходит в крючах надо его чтобы он в этот столбик оделся четко не очень удобно из-за того что камера мешается он четко оделся теперь собираем приключу пока только два винта остальные сэкономить время далее далее мы просто сбрасываем эти пасеки которые у нас на столбиках все они стали на свои места смотрим все нормально ну как работает протяжка у меня есть ролик давным-давно я выложил на ютюбе мне лично вот эта протяжка очень нравится механизм ее работы вот этот промежуточная шестерня она так вращается вокруг оси здесь тюнер для то чтобы вынуть надо вот здесь от винт видите открутить тогда он легко вынимается только провода там не запутаться конечно для того чтобы вынуть блок питания надо открутить три винта если у вас возникнет необходимость конечно вынимать блок питания один большой еще экран снимаем теперь можно во первых землю надо отсоединить такой тоненький проводочек отсоединяем плату основной и вот у нас блок питания вынимается ну лично мне надо вынуть блок питания поскольку тут провелся электролит и вот перемычка одна проржавела я сейчас буду зачищать это все убирать ну если у вас нет необходимости ну не трогайте тогда его какой тут транс здесь внутри стоит этого транса предохранитель обратите внимание сейчас попробую дать больше не смотрите тут три вывода а на трансформаторе 4 вот тут стоит плавки предохранитель вам дается одна попытка спалить трансформатор если там неправильно сумме он сгорает этот предохранитель а потом уже если вы закоротите он сгорит уже по-настоящему то есть фирма предусмотрела вам дала дополнительную одну жизнь как компьютерной игре собственно говоря основная плата усилитель особо ничего такого нет с этими узлами с этими деталями я не знаю каких то проблем которые требуют вмешательства то есть всякое может быть сами понимаете но как правило тут все надежно и хорошо сделать а сборка в обратном порядке я сейчас буду заниматься ремонтом этого транса очищением его от ржавчины и соберу кстати говоря вот тут два разъема один идет на деке один на вот основной этот самый без разницы какой куда включать они запараллелины так что тут страшного нету ничего а этот разъем вообще что хорошо в фирме sharp сделали все разъемы они все разные то есть как бы вот вы не перепутаете и не подключите какой-то разъем не туда то есть они имеют или разную конфигурацию или разное количество штырьков то есть вам просто надо запомнить где какой разъем стоял лучше записать а если а еще лучше видео снять если вы будете первый раз разбирать вы будете знать какой стороне находится какой разъем я еще раз говорю я многократно ремонтировал аппарат это иногда бывает забываешь где он стоял и начинаешь там искать вот я же говорю что тут за экраном один есть разъем который просто сразу в глаза не бросается а потом ну я прикинул где он может быть там все все обыскал лишний получается разъемчик то есть провод висит и все пока там не нашел вот и все